И вот теперь на этой базе можно переходить уже к разбору, пожалуй, самой главной, самой основной концепции, описывающей работу нервной системы. Любой нервной системы, начиная от какой-нибудь гидра, кончая человеком. Так, это концепция рефлекса, рефлекторная концепция. Поднимите руку, кто никогда в жизни не слышал слова рефлекс. Ага, слышали все? Ура! А теперь поднимаете руку, кто может попробовать дать определение рефлекса. А что это такое? О, есть имитация. Давайте. Рефлекс это реакция организма на что-то. Нет, неконтролируемая реакция на что-то. Неконтролируемая кем? Духом святым? Ну, классно как. Реакция организма есть, а он ее не контролирует. То есть, ну, не сам, хотел, не хотел, она произошла. Стоп. Не понял, не сам, а кто. То есть, допустим, мы не присылали сигнал в мозг, потому что нужно Саша убает руку, а он со мной убирает. Не-не-не-не-не-не-не-не, давайте мы с вами на описательный уровень здесь переходить не будем. Я же прошу формулировку. То есть руки поднимите, только не надо слух. Ага, прошу. Реакция организма на возбудитель внешней внутренней. Славно. Любая реакция на любое возбудительное. Высили на кнопку и запилили. Это рефлекторная реакция, да? Кнопка от возбудителя. Одну секунду. Кнопка от возбудителя. Не возбудитель. Не вызовет определенную систему действий. Ваша личная посадка на кнопку. Вызовет. Возбудитель. Значит, пение – это активное действие? Отлично. В рамках вашего определения это вполне себе рефлекторный акт. Сел на кнопку и запил. Ну, ответная реакция у вас. Ну, когда ответная реакция? Я в ответ на проколутую кожу выдаю ответ на реакцию. Не вы, пока. Вот то, что будет ваше неконтролируемое создание, созрательное, если честно, чего-нибудь. Ой, ребята, а вот здесь я должен вас огорчать. Значит, если вы думаете, что все ваши действия, про которые вы что-то знаете, контролируют ваше сознание, то это вам только кажется. Дело в том, что очень крупный блок вашего поведения, вообще вашей активности, который, кстати, биология, физиологию изучать практически не может, контролируется не сознанием, а другими инстанциями, которые называются подсознанием. Так? То есть вам только кажется, что вы знаете, почему, зачем, а как, и что-либо делаете. Но это уже тем и разбирается не физиология, а психология. Поэтому вообще биологу крайне не рекомендуется использовать слова сознания, чувства. Допустим, физиолог не имеет права сказать, что собака чувствует. Так? А уж сознание настолько сложная штука, что физиолог пока совершенно не способен дотянуться до механизма сознания. Так что давайте мы освободим рефлекс, а применение рефлекса какого-то несообразия. Прошу. Нет. Ну давайте. Ну, может быть, фронтическая защитная реакция? Стоп, уже плохо. Только защитная. А бывают агентационные рефлексы. А бывают рефлексы, вызывающие пищеварение. А бывают рефлексы, вызывающие мочи и спускания. Гигантское поле деятельности для рефлекторных актов. Может, это рефлексы, это какой-то набор действий, которые... Какой-то или строго определенный. Строго определенный набор действий. Ребят, наконец-то. Вот без подсказки не проехали эту преграду. Это рефлексы, это строго определенная реакция организма. В ответ на что? На раздражение. На любое раздражение. Ну вот, как в описанном примере, сел на кнопку и запел. Ладно, кончаем конструировать, просто записываем. Итак, рефлексы, это строго определенный ответ организма на строго определенный сигнал. В рамках определения. Каждому типу сигнала соответствует любой возможный ответ или только один единственный? Один-единственный. Один-единственный. Это ясно? Значит, для рефлекторных реакций характерна очень высокая определенность ответа. Первый сигнал, первая группа реакций. Второй сигнал, вторая группа реакций. Двадцать пятый сигнал, двадцать пятая группа реакций. Вот это понятно? Вот задачка вообще рефлексов, что? Поставить ответственность в два множества. Множество сигналов и какое второе множество? И множество ответных реакций. Вот это вообще задача рефлексов. Да? Отлично. Но дело в том, что пока это еще не определение рефлекса. Есть совершенно необходимая добавочка, которую надо записать. Реплексы это определенная ответная реакция организма в ответ на строго определенный сигнал, проходящая с участием нервной системы. Проходящая с участием нервной системы. И сейчас немножко потренируюсь. Я приведу вам несколько конкретных примеров. Ваша задачка будет по поводу каждого примера разобраться. Рефлекторная эта реакция или что-то другое. И ответ свой аргументировать. Объяснить, почему вы так считаете. Единственное? Ага, отлично. Сначала я просто перечисляю наши модельные ситуации, а потом последовательно с каждой раздораемся. Итак, первая ситуация. Человек из светлого помещения или со светлой улицы вошел в темную комнату. И у него расширился, увеличился диаметр зрачка. Это первая реакция. Второй случай. Школьник получил на уроке пару. И после урока клянчатого учителя. Поставить, три поставить, три поставить, три поставить, три. Это второй случай. Третий случай. Человек из города, приехав на море, на каникулы, в первый же день вылез на пляж, валялся там слишком долго и обгорел. Кожа покраснела, к вечеру температура, все болит, может быть даже пузыри на кожу пошли. Итак, третий случай. Человек, перегревшись на пляж. И наконец, четвертый случай. Человек в спешке гладит брюки. Куда-нибудь опаздывает. Так, и поскольку сильно спешит, схватился случайно рукой за горячую руку. Так, при этом он отпрыгнул в сторону, произнес несколько энергичных фраз, а на пальцах у него сдуется луды. Понятно, да? Итак, четыре случая. Первый случай. Проход из освещенного помещения в темное помещение. И изменение при этом диаметра зрачка. Это рефлекс или не рефлекс? Рефлекс, разумеется, один из базовых наших с вами рефлексов. Называется он зрачковый рефлекс. В ответ на количество света, проникающего в глаз, меняется диаметр диапрагмы. Ракушка наша, определяющая диаметр зрачка, работает как диапрагма фотоаппарата. То сужая, проход для света торчевее. Типичная рефлексная рефлексия. Так. Второй случай. Школьник, который конюшит, чтобы ему поставили... Не рефлекс. Не рефлекс. Почему так? Что я это прошу? Потому что если бы это был рефлекс, он всегда конюшил. А он мог бы не конюшить и исправить это двойку на другую... Понятно. Отлично. Представить себе человека, который выпрашивает тройку у Кацвы. А, у вас Кацвы не ведет. Верно. Ага, понятно. Это у Камикадзе будет делать. Потому что, если перестать как следует, это гарантировать очень большие проблемы для себя в дальнейшем. Да? То есть, данная реакция не всегда наступает при данном раздражителе. Данный раздражитель двойка, а реакция не всегда наступает. Не рефлекс, согласен. Такие формы поведения будут называться индивидуально изменчивое поведение. Это первая альтернатива рефлексу. Рефлекс — это такой жесткий автомат. Так? А в случае с двоечником, это пример индивидуально изменчивого поведения. Я бы на вашем месте записал термин. Индивидуально изменчивое поведение. Когда в ответ на определенную систему раздражителей не строго определенная, а вариантная реакция. Отлично. Теперь ситуация на пляже. Человек перезагарал, и у него покраснел лук. Нет, это... А, почему считают, что не рефлекс? Потому что нервная система не участвует. Совершенно верно. В этом случае каждая клетка реагирует сама по себе. Переоблучился ультрафиолетом, и, пожалуйста, тебе приехали. Пошла к системе реакции. Ну, на самом деле, если уж совсем строго, сейчас какую-нибудь хорошую физиологу у меня, конечно, на этом месте пожурит. Да? Потому что в конечном итоге в развитии того же самого лукаря нервная система участвует. Но первично реагируют именно на клетки. Самостоятельно, без всякого участия нервной системы. Вот это вторая альтернатива рефлекторной регуляции. Называться это дело будет местной реакцией. При местных реакциях, да, мы наблюдаем строгое соответствие воздействия и реакция. Только оно происходит при работе нервной системы или каждая клетка сама по себе? Каждая клетка сама по себе. Отлично. Ну и четвертый пример с брюками. Давайте вспоминать, что там было. Человек схватился за утюг, отпрыгнул, так, вырубался как следует, на пальцах пузыря. Рефлексия. Рефлексия, это то, что он отпрыгнул. Дальше. То, что вытягнулся, это не рефлекс. А это что? Это индивидуально изменчивая. Индивидуально изменчивая, а дари на пальцах. Это местная реакция. Зачем четвертый пример? Дело в том, что большинство ваших реальных действий, но не вот что-то специально придуманное в иллюстрации, а реальные действия, которые вы совершаете в мире, являются чистой формой или миксом, где замешаны самые разные управляющие механизмы. Значит, большинство действий миксовый характер. Там есть и рефлекторные моменты, есть и моменты местного реагирования, и очень часто моменты индивидуально изменчивого выведения. Понятно? Отлично. Ну и теперь, теперь болезненная, до не знаю какой степени, тема. Молодцы, очень готовы на физиологии человека, будете разбирать рефлекторную регуляцию. Понять, что это такое по школьному учебнику, с моей точки зрения, почти невозможно. По нескольким причинам сразу. Так? Значит, из школьного учебника никак не следует, что то, что там излагается, и то, что там изображено в виде схем, на самом деле, это не изображение отдельных клеток нейронов. Так? Это изображение больших функциональных блоков. О чем идет речь, сейчас будет понятно. Примерно, рефлекторная реакция, в качестве примера, там разбирается как раз отвергивание руки от горячего учебника. Работаем. Ну, иногда, кстати, в старых вариантах учебника, это как раз вскакивание человека, ну, с кнопки, там, с гвоздя, я не знаю, сели, а там что-то колючее. Так? Значит, для нас порядка соображений, вот этот пример будет удобный. Ну, давайте со вскакиванием поработаем. Здесь человек, который имел удачную силу. Так? Ну, вот здесь кнопка оказалась. Давайте с верным видим. Болевой сигнал пройдет с поврежденного участка? Да. Пройдет. Какой ответ на реакцию он должен быть? Скочить. Скочить. Ага. Отлично. Ну, давайте так и сделаем. Мы возьмем вот этот рецептор, накоротко завяжем прямо на мышцу, вызывающую распрямление ноги. Так? Взяли, от рецептора сигнал прямо прошел на мотнирон, а мотнирон прямо на исполнитель. Подал сигнал. Вот так. В этом случае человек быстро среагирует. Молниеносно. Потому что на самом деле реально так. На что в основном затрачивается время при нервном управлении? Вот что такое время реакции? Переработка. А вот при переработке на что время тратится? Вы же знаете принципы рождения спайка, распространения, передачи. Молниеносно. Не. Скорость распространения нас очень увлекает. У всех позвоночных есть хитро устроенная система ускорителей проведения сигнала. Так что по так называемым быстрым волокнам скорость проведения нервного импульса по разным нервам очень сильно отличается. Какая реакция на исполнение, перезарядка будет? Да, ребят, на синаптический контакт больше всего время тратится. А это значит, какие реакции будут самые быстрые, а какие самые медленные. Самые быстрые, а там меньше всего... Там, где меньше синапсов, там, где сигналом надо проходить меньше контактов. А если у вас сложная схема работает, то каждый сигнал проходит через единственный синапс или через большую серию синапсов. Это будет связано с потерей времени. Понятно? Здесь у нас у сигнала сколько синапсов на дороге? Один. Нет, так будет называться нервно-мышечное соединение. Синапсов – контакт между нейронами. Ага, вокруг. Синапс один. Рефлекс молниеносно срабатывает, но у него неприятное свойство одно есть. Потом он не разогнал. Ну, на самом деле, это нервно-мышечное, ведь не единственный неохваток. Вот представьте себя. Вы получили приглашение во дворец Кондвейских Королевских. Так? Значит, жутко волнуетесь, готовились, штудировали английский, чтобы не ударить в грязь с лицом, штудировали предводный этикет, как вести себя в присутствии Королевы и Высокого двора и так далее. И вот, наконец, день приема. Вот вас вот так отряхивает от напряжения. Вот вы входите в зал. Значит, сейчас придет королева, вас всех рассаживают. Вот, да. А какой-то шутник взял вам кресло, подложил к нему. Будете ли вы в присутствии Королевы вскакивать и орать? Нет. Не будете. А если королевец управлялся вот по этой схеме, то это действие можно было бы остановить? Нет. Нет, оно неуправляемое. Вот очень простые схемы обладают такими особенностями. Они самые быстро действующие, так? Но они крайне сложно управляемые. На самом деле здесь есть путь управления, потом разберемся, так? Хорошо. А вообще-то лучше иметь поведение, каждый элемент которого управляемый или неуправляемый. Понятно, что только так можно строить сложную программу поведения. Если можем управлять каждому последовательному элементу. Картинка усложняется вовсе. Представьте, что вы вот сейчас сидите в расслабленной позе. Вам удобно? Да. А теперь подумайте, пока действий никаких не совершайте, просто подумайте. А сколько мышц вам надо сократить, чтобы встать? А вот теперь попробуйте очень медленно встать, контролируя, чем вы двигаете. Угу. 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 Ага. Выйдет ли встань, работая только одной парой мышц. Совершенно исключено, абсолютно исключено. Обратите внимание, первое действие, которое вы все совершили, от какого действия? Отодвинуться. Ну, отодвинуться из стола, ладно. Так же, качество объекта демонстрации со стулом сюда. Перед войнником просто войны. Ставьте стул, садитесь. Ага, удобно сидеть? Хотелось бы помягче. Помягче, это же мечталось. Так? Хорошо. Знаешь, вот теперь очень медленно совершайте движение в столе. Да, да, да. Чуть плоховато выходит. Значит, обратите внимание, какое первое действие было? Вообще, ногами или ногами? Ну, разумеется, надо привести проекцию центра тяжести в рамки площади опора. Так? А это значит, во-первых, ноги задвинуть под стул, а во-вторых, наклониться вперед. Так что, если вы это действие не сделали, а стали просто распрямлять колено, что с вами произойдет? Вы назад упадете. Ну, у вас длина вот этого отрезка увеличится, да? Ага. А у вас почта опора вот здесь, а центр тяжести вон там. Ага. Вас просто толкают назад, все. Хорошо, подобрали под себя ноги, подберите ноги под стул. Распрямляйте колени. Стоп. Ну, у вас угол у меня есть не только в этом месте, а где еще? Вот здесь. В тазобедренном суставе. А если угол в тазобедренном суставе остается константным, постоянным, а колени разгибаются. Вы понимаете, что надо сделать? Надо вам вот только в бедру привязать дубину какую-нибудь, да? И эту дубину жестко закрепить, так чтобы он не сгибался угол, да? И к второй дубинке привязать ваши спины. Тогда окажется, что разгибая колено, вы делаете вот какое движение. И что с вами будет? Вперед спадет. Вперед спадет. Значит, по этому, мало того, что вы ноги задвинули, а? Вы разгибаете одновременно два сустава, а два линии. Ну-ка еще раз, попробуйте медленно вставать, остальные смотрят. А углы меняются только в коленях, в тазобедренном? Ну, еще где? Еще где? Да. В коленостопе. О! Посмотрите, простейшее действие обскакивания. Так? А каким количеством мышц надо последовательно и в строго определенном порядке управлять? Раз, два, три, еще четыре. Ага. Опять, надо заботиться, чтобы на сторону не завалиться. Ага. То есть, на самом деле, у вас, если уж говорить реально, больше десятка разных групп мышц. Включается в это простое действие. А действие элементарное. Скачать в кнопку. Ничего не там наволоченное. Посей, 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 с навязкой. Хорошо. Теперь, важнейшая вещь. Все эти мышцы должны сработать строго одновременно или последовательно? Нет. Только последовательно. Что будет, если будет нарушенная последовательность? Если мы просто завалимся. А вы завалитесь. Вы потеряете равновесие. Результат не будет достигнут. Способен ли один единственный мировок обеспечить последовательное сокращение большого количества мышц? Разных мышц? Совершенно не способен. Поэтому, в рамках компьютерной концепции прикладывается следующая ситуация. От блока рецептора, то есть от органа чувствования, проходит нейронная сеть, которая будет называться центральным или уставочным объектом. Вот, к сожалению, именно этот участок в школьном учебнике показан как единственный объект. Единственный нейрон не способен с такими задачами справляться. Вот этими кружочками обозначаются не единственные нейроны, а целый блок, нейронная сеть. Задачка его – как раз определить адреса данного сигнала и в определенном порядке привести их в действие. Итак, уставочный, вторая часть, уставочный передает сигнал на мутонерон, а мутонерон уже дает сигнал на мутонерон, на окон депректора, который, собственно, будет срабатывать в ходе управляющего действия. Обратите внимание, в рамках классической схемы рефлексы, а называлась эта схема, классическая схема, вот эта турная блока, да, как идет сигнал? А вот так вот. Понятно, как название блока? Угу. Вот такой диск. Так, хорошо. Справочка. Практически ни одно действие нашего тела не регулируется в рамках реприктовной логики. Такие схемы остались только в школьных учебниках, так, три четверти века, как хорошо известно, что эта схема не работает, а работает другая схема, которая называется инфлекторное кольцо, которое мы с вами посмотрим на следующем занятии. Спасибо.